В Откровении, глава 20, стихи 11-12 сказано, «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Как видно из Писания, суд последних дней будет осуществляться с небес. Бог будет сидеть на великом белом престоле и судить нас. Ему не нужно становиться плотью для совершения работы суда на земле. Аминь! Ваши слова противоречат тому, что предсказано в Библии. Да! Вы правы. Бог будет судить с небес. Ему не нужна плоть. Аминь! Да. Как они смеют идти против Библии? Конечно. Пастор Чень прав. Они противоречат библейским пророчествам. Абсолютно верно. Да, пастор Чень прав. Но они тоже говорят разумные вещи. Послушаем, что они на это скажут. Да, посмотрим, что они ответят. Как Господь будет исполнять работу суда? Да, у каждого свои представления. Мы верим, что Господь по возвращении приготовит громадный стол в небе и воссядет на великом белом престоле с лицом, исполненном величия и гнева. Откроет книги, в которых записано все, что делали люди в своей жизни, и призовет их пред свой престол, чтобы исповедовать один за другим грехи, которые они совершили. И затем, исходя из того, сколько зла и добра сделал человек, он будет решать, кто праведен, а кто грешен. Такая фантазия кажется логичной, но в ней нет правды. В этом отрывке из Писания запечатлено видение, которое Иоанн получил на острове Патмос. Видение от реальности отличается, как небо от земли. Поэтому не следует полагать, что Божий суд в последние дни будет вершиться с небес. Господь Иисус на самом деле давным-давно сказал нам, как и где Бог будет совершать свою работу суда в последние дни, а мы к этому не прислушались. Почитаем Писание. Открытие Евангелия от Иоанна, глава 5, стих 27. И дал ему власть производить Исуд, потому что он есть Сын Человеческий. А теперь еще глава 5, стих 22. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Эти стихи прямо пророчествуют о том, что воплотившийся Христос лично будет пребывать среди людей и вершить суд. В частности, слова Сын и Сын Человеческий определенно указывают на Христа воплоти и не имеют отношения к Духу, потому что Дух не может называться Сыном или Сыном Человеческим. Так можно сказать только о Боге воплоти. Бог становится плотью, как Сын Человеческий, и это Христос. В этом нет сомнений. Итак, мы видим, что Божья работа суда в последние дни будет совершена Христом воплоти, а не Духом. Если бы это делалось посредством Духа, нельзя было бы достичь результатов суда, очищения и спасения человечества. Это искажение Библии. Оба стиха относятся к Господу Иисусу. Сын. Сын Человеческий. Согласна? Именно так. Воплощение. В Писании упоминается Сын и Сын Человеческий. Отец передал суд Сыну. Похоже, что речь идет о воплощении. Чтобы разобраться, прочтем Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 47-48. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Господь Иисус заверил, что во время Своего пришествия Он не должен совершать работу суда. Этот суд будет работой последних дней. То есть, когда Господь Иисус вернется, Он будет вершить работу суда посредством слов, и эту работу Сыну передаст Отец. Кстати, Сын ясно указывает на то, что работа эта будет совершаться воплоти. Почитаем еще слова всемогущего Бога. Данный суд, упомянутый в ранее сказанных словах, суд, который начнется с Дома Божьего, относится к тому, что сегодня Бог судит тех, кто предстал перед Его престолом в период последних дней. Вероятно, есть такие, кто верит в такие сверхъестественные фантазии, как, например, в то, что когда наступит эпоха последних дней, Бог установит на небесах большой стол, на котором будет расстелена белая скатерть, после чего, сидя на Великом престоле, в то время как все люди преклонят на земле колени, Он разоблачит грехи каждого человека и тем самым определит, должны ли люди вознестись на небеса, или же они должны быть низвергнуты в озеро огненное и серное. Вне зависимости от фантазии человека сущность Божьего труда неизменна. Фантазии человека – лишь построение человеческих мыслей, исходящие от мозга человека, сформулированные и воссозданные из того, что человек видел и слышал. Поэтому я говорю, сколь бы замечательными ни были представленные человеком образы, все же это лишь зарисовка, и она не в состоянии заменить план Божьего труда. Не стоит забывать, что человек был прельщен сатаной. Так разве может он постичь мысли Бога? Работа и слово воплощенного Бога, свидетелем которых стал человек, является тем судом последних дней пред великим белым престолом, который представлял себе человек в прошедшие времена. Работа, которую ныне совершает воплощенный Бог, является именно судом перед великим белым престолом. Воплощенный Бог сегодняшнего дня – это тот самый Бог, что судит все человечество в последние дни. Да, именно так мы и думали. В последние дни Бог поставит свой стол в небесах, чтобы всех судить. Да. Ожидая возвращения Господа, мы просто полагались на наши собственные представления и фантазии, что в последние дни Бог явится пред нами в небесах, в своем духовном теле, и станет судить людей со своего великого небесного престола. Но теперь от самого Бога, пришедшего, чтобы совершить это, мы наконец-то узнали, что Божий суд от великого белого престола на самом деле является судом слов, который изрек Бог воплоти. Бог, пришедший сегодня воплоти – это Бог, который судит все человечество в последние дни. Ой, не знаю даже, что я не кула, в общем-то, я не пользуюсь в моем водичке. Вы не согласны? А, я не верю в небесах, но я раньше этого не поняла. А, он в сомнениях, это точно. Что-то не так. Ну да. О, Господи! Когда я слушал их беседу сегодня, у меня просто не было слов. Все, что они говорили, звучало очень обоснованно. И в словах, которые они читали, чувствовалась сила. Как же убедительно они отвечали на вопросы. Меня будто озарило изнутри. Они совсем не такие, как рассказывается в брошюрах, осуждающих восточную молнию. Господи, что же это творится? Неужели мы ошибаемся? Этого не может быть. Я слышал, что все люди из восточной молнии умеют красиво говорить. Мне никак нельзя поддаваться внешнему впечатлению. Однако слова, которыми они с нами делятся, понятны и освещают путь. С ними не поспоришь. Господи, мой милосердный Скупитель, Ты – светильник ноге моей и свет стезе моей. Прошу Тебя направлять меня на моем дальнейшем пути. Если Ты действительно снова воплотился, чтобы совершать свою работу, и это ты пришел как всемогущий Бог, Господи, прошу Тебя просветить и направить Твое дитя так, чтобы я мог понять. Тогда я буду готов принять и повиноваться. Но если это неправда, то прошу, защити меня от этого чудовищного обмана. Субтитры создавал DimaTorzok Брат Чэнь, сегодня холодно, вот горячий чай, согрейтесь. Благодарю. Думаю, на сегодня хватит. Нечего тут обсуждать. Брат Сао, Господь дал нам эту возможность, которая редко бывает. Если остались сомнения, пожалуйста, не стесняйтесь. Пришествие Господа – важный вопрос. К Нему нужно отнестись серьезно. Без ясности в Нем нетрудно и воспротивиться Богу. Да, верно. Давайте почитаем слова всемогущего Бога. Поскольку Тот, над кем совершается суд, это человек, человек плотский и прилещенный, и поскольку суд не производится непосредственно над духом сатаны, то суд исполняется не в духовном мире, но среди людей, и нет никого более подходящего и компетентного, чем Бог воплоти для совершения суда над прилещенной человеческой плотью. Если бы суд совершался напрямую духом Божьим, тогда он не был бы всеобъемлющим. Человеку было бы трудно принять такую работу, потому что дух не способен встретиться с человеком лицом к лицу, и по этой причине результаты не были бы немедленными. И более того, человек не смог бы яснее увидеть неоскорбляемый характер Бога. Если бы дух непосредственно совершал эту работу, он не мог бы судить все непослушание человека, и он не мог бы раскрыть всю неправедность человека. Поскольку суд совершается также через человеческие представления о Боге, а у человека никогда не было представлений о духе, то дух не способен лучше открыть неправедность человека и полностью выявить такую неправедность. Воплощенный Бог является врагом для всех, кто не знает его. Через суд над представлениями человека и его противодействием Богу он раскрывает все непослушание человека. Результаты его работы в оплоти более очевидны, чем результаты работы духа. И поэтому суд над всем человечеством не совершается непосредственно духом, но является работой воплощенного Бога. Если бы дух Божий напрямую говорил человеку, они бы все подчинились его голосу, падая без сказанных слов откровения, подобно тому, как Павел упал на землю, увидев свет на пути в Дамаск. Если бы Бог и далее работал подобным образом, человек никогда бы не смог познать через суд словом собственную прельщенность и достичь спасения. Только через воплощение в плоть Бог смог лично донести Свои слова всем, чтобы все имеющие уши могли слышать Его слова и принять Его осуществляемый словом суд. Такой результат достигается только Его словом, но не через явление Духа, которое заставляет повиноваться испуганного человека. Только через такую практическую и необычайную работу может быть полностью раскрыт ветхий характер человека, который был скрыт в нем в течение многих лет. И это позволяет человеку признать Его и изменить Его. Таков практический труд воплощенного Бога. Он говорит и вершит суд практическим образом, чтобы словом достичь результатов суда над человеком. Это власть воплощенного Бога и значимость воплощения Божьего. Мы никогда раньше не слышали ничего подобного. Верно. Человек не смог бы так сказать. Да. Мы столько лет верим в Господа, но ничего подобного не слышали. Как все доходчиво разъяснено. Угу. Эти слова на редкость разумны и практичны. Да. Когда я их слышу, на сердце становится легко. Что за глупости? Что бы они ни рассказывали, не вздумайте им верить! Да. Мы должны держаться пути Господнего. Они и вправду прочитали слова, которые человеку из речи не дано. Но, а что, если это и в самом деле Божья работа? Но ведь... Всемогущий Бог говорит о том, что работа суда в последние дни главным образом заключается в очищении и спасении людей, чтобы прервать порочный круг согрешений и покаяний, чтобы дать людям возможность полностью отринуть грех и очиститься. Для этого Бог должен стать плотью, изречь свои слова наиболее практичным способом. Судить грехи человечества, раскрыть его развращенный характер и разоблачить человеческую неправедность. Так люди могут узнать свой развращенный характер, понять Божьи требования к себе, постепенно сбросить оковы греха и воплотить в жизнь реальность Божьих слов. Угу. Если бы Дух Божий заговорил напрямую, все люди пали бы ниц перед Ним, и никто не осмелился бы противиться Ему. Ведь у людей нет представлений о Духе Божьем. Однако, когда Бог становится плотью и совершает свою работу суда, фантазии людей, их противление и мятежность перед Богом полностью раскрываются. Это позволяет Богу собирать факты и раскрывать сатанинскую природу противления Богу, присущую людям, а также судить и обличать непокорность и противление человечества. Сопоставив свою жизнь с Божьими словами, изобличенные фактами человечества, будет вынуждена пасть ниц перед Богом и принять Его суд и очищение. Субтитры создавал DimaTorzok